Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о статье 14 налогового кодекса. Рыночная цена. Эта статья предусматривает случаи, в которых налоговые органы могут пересмотреть стоимость контракта и связанных с ним налоговых обязательств. Рассмотрим такой случай. Некая компания производит продукт себестоимостью 100 монат. Продав его на внутреннем рынке за 200 монат, она получит прибыль в 100 монат и у нее возникнет налоговое обязательство в 20 монат. Но эта компания применяет схему уклонения от уплаты налогов. Она продает этот товар некой компании, зарегистрированной в странах со льготным налогообложением за 101 монат, а затем вторая компания продает этот товар за 200. Таким образом, наша компания сводит налоговые обязательства до 20 копеек. Чтобы исключить возникновение таких схем, в налоговом кодексе предусмотрена статья 14. Эта статья оговаривает случаи, в которых налоговые органы могут пересмотреть стоимость вашего контракта и довести ее до рыночной цены. Эти случаи следующие. При бартерных сделках, при сделках со взаимосмязанными сторонами, при сделках, стоимость которых отличается более чем на 30 процентов от рыночной цены в течение 30 дней с момента продажи и покупки, в случаях страхования вашего недвижимого и имущества на большую, чем остаточную стоимость и в случаях выяснения цены арендных договоров. Поэтому в этих случаях особенно внимательно стоит обращать внимание на соответствие стоимости контракта рыночной цене.